Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня рад представить вам на обзоре новинку от компании Волжанка 2024-2025 годов. Это серия фидерных удилищ Волжанка Фидер Мастер. Серия достаточно бюджетная, но, в общем-то, сразу забегу вперед. С моей точки зрения сделали вот всё, что нужно, всё, что можно выжить за эти деньги, из хорошего, я имею в виду, самого лучшего. Это вошло в эту серию. Спасибо Олегу Молодцову. Значит, начнём. Серия представлена шестью моделями различных длинных тестов. У меня сейчас на столе они все. Я с большим удовольствием тестировал их раньше, и сейчас ещё дополнительно там некоторые модельки, потому что кое-какие изменения я всё-таки заметил с тем, что было раньше. Изменения в размерах держаков, колец. Значит, смотрите, по бланку. Три модели имеют шестнадцатый катушкодержатель, небольшой, но позволяющий совершенно спокойно вмещать сюда четырёхтысячные и даже пятитысячные катушки. Никаких проблем здесь не составляет. Это модельки 330-60, 360-80 и 360-60+. Остальные модельки, то есть 360-100+, 390-80+, и 390-100+, имеют уже увеличенный держатель. Более большего размера, куда вы сможете совершенно спокойно ставить, ну, вплоть, наверное, до восьмитысячных. Я не гарантирую, что все, я знаю, все модели на свете восьмитысячных катушек, которые и все модели, их пробовал туда воткнуть. Конечно, нет. Но самые популярные, которые, в общем, пользуются сплоросом, дайвы, шимана, карпро, там, не знаю, каденс и тому подобное. Элеганс. Всё сюда встаёт, то есть то, что представлено в магазине Мультифиш. Далее, рукоять неопрен, достаточно качественный неопрен. Я не стал уж вот эти вот фидерочки обдирать, потому что здесь всё очень так приятно залито плёнкой. Для того, чтобы человек, который купил, он сразу видел, что, скажем так, только его руки будут первыми, которые касались до катушка-держателя, либо рукояти этого неопрена. Ну, здесь вот такие анатомические особенности рукояти, которые под предплечье у вас. Небольшие площадочки, которые, в общем-то, служат для удобства. Очень удобная, в принципе, расчётливая длина рукояти. Единственное, что вот 330-60+, вот, ну, лично для меня, я не супер большой человек, да, там, рост невысокий, средний. Ну, вот, скажем так, если я зажимаю сюда катушку, то мне, в общем-то, вот, видите, у меня здесь остаётся вот такое расстояние. Мне можно было бы чуть-чуть поменьше ручку, но это лично для меня. С другой стороны, лишний рычаг для дальности заброса, в общем-то, никогда не помешает. Поэтому здесь вот, ну, посмотрите на любителя. Колечко в 330-й модели стоит, нижнее я имею в виду, 15-го, внутренний диаметр 15. Обратите внимание, что на всех фидерах стоят противозахлёстные кольца. Все фидера комплектуются тремя вершинками, а у них есть такие особенности в плане посадочного диаметра. Поэтому я сейчас постараюсь либо здесь, под видео, прикрепить, ну, видео прикрепить табличку соответствия, либо, соответственно, будет ссылка на эту табличку под видео в описании, потому что посадочных диаметров много и не все далеко подходят, то есть невзаимозаменяемые некоторые вершинки. Но в целом, вот вершиночки такие у меня карбоновые, имеются противозахлёстный тюльпан. И обратите внимание, не на всех моделях, а на моделях вот у меня сейчас в руках, сейчас скажу какая, 360 100+, и 390 100+, они комплектуются вершинками с противозахлёстным тюльпаном. Остальные модели с обычным тюльпаном. Сейчас я вот открою, одну покажу вам. Значит, далее на вершинках будет у вас написано FM, ну, соответственно, латинскими буквами, что, я так понимаю, означает FIDER MASTER. Дальше идёт 100, это его тест. И дальше идут вершинки просто M, ну, medium, light и heavy. Ну, соответственно, вот heavy это красное, зелёненькое это light, и жёлтенькая окраска это medium. Никаких тестов в граммах, либо в унциях на вершинках мы не увидим. Поэтому имейте это в виду. Значит, как я обещал, снимаю ещё вершинку, чтобы вам показать. То есть, это штатная такая стандартная вершинка со средним внутренним диаметром колец, то есть, которая, в общем-то, позволяет использовать ей шок-лидер. То есть, колечки не маленькие, диаметр, скажем, не скажу, что он прям маленький какой-то, или сверх большой, но, с моей точки зрения, идеальный вариант вершинки карбон. Ну, для меня лично противозахлёстные тюльпаны на вершинках не особо нужны, но это для меня лично. Кто-то любит их и принимает. Ну, вот на более light, medium и light моделях здесь, соответственно, тюльпанчики стандартные такие, которые, в общем-то, везде применяются. Так, по катушкодержателю вам сказал, по неопренке сказал. Здесь такой у нас хукипер на каждой модели. Да, ещё вот, несмотря на то, что всё-таки фидерочки, они бюджетные, и сами понимаете, в бюджетном классе фидерочков могут быть какие-то косячки, и часто это случается даже на дорогих моделях, и вот я в одном из своём видео говорю, как выбрать фидер и не попасть на брак с ним. Я вот здесь показываю, как нужно фасочку срезать, чтобы папа маму не подпиливал изнутри, да, когда вы колено вставляете, и вот немногие приходят, ну, многие, часто так, чуть ли не каждую неделю человек приходит, вот купил фидер, он у меня в стыке сломался. У нас мастер отпиливает, смотрит, оказывается, вот здесь вот он фаску не снял, и он просто вот этот кусок лака, который острый достаточно в этом месте, он начинает подпиливать внутреннюю часть. Ну, кому интересно там ещё, на что обращать внимание, достаточно много рассказал, посмотрите, пожалуйста, в ютюбе, в плейлисте, да, там есть это видео. Значит, ещё какой момент. Расстояние рукояти длины, расстояние от центра держателя до кольца, диаметр бланка, диаметры колец, внутренние диаметры, то, что нас рыбаков интересует, они внешние, то есть честные диаметры, можно сказать. Я сейчас распишу на сайте Multifish в разделе этих фидеров, где вы можете их купить и заказать. То есть в каждом фидере вы увидите вот эти вот важные технические характеристики. Ссылочка будет под видео, слово в описании. Нажимаете, ещё там будет, да, и у вас выскакивает ссылочка под видео. Там будут либо и эта ссылка, да, на раздел, где можно заказать, и, соответственно, ссылка на, соответственно, вершинок, да, если я не вставлю её в это видео. В целом могу сказать, что вся серия мне понравилась. С моей точки зрения, отлично. То есть очень радует, что наряду с теми же импульсами Сабанеев, которые я разрабатывал, появляются вот сейчас очень конкурентно способные модели, действительно классные, приятные по строю, прогрессивного строя, бросковые, хорошо вяжущие рыбку в такой вот бюджетном, скажем так, сегменте, который, в общем-то, взяв руку, я совершенно спокойно сам поеду на рыбалку, несмотря на то, что у меня там много филеров достаточно дорогих. Мне как бы совершенно нормально ловить любым из этих филеров и получать удовольствие. Я думаю, на этом сейчас пока закончим, посмотрим, сейчас я разложу их всех, посмотрим строй под нагрузкой, Константин Михайлович нам поможет, а потом вернёмся уже, какие-то нюансы я вам скажу здесь. Итак, друзья, 330-60+, очень легко лежит в руках, как, в общем-то, и вся серия, очень приятная палочка. Мне лично она очень нравится, вот, как говорят, зашла. Смотрите, классный строй, можно назвать прогрессивным. Вот такая, смотрите, пуляет она замечательно, как и вся серия. Смотрите, ну, как вы видите, под нагрузочкой просто шикарно. Тесты соответствуют. Следующие у нас 360-60+, ну, для тех, кто на более дальнее расстояние работает, карповники и так далее. Смотрите, она чуть-чуть пожёстче в ближе к рукояти. Нагружаем. Сразу говорю, что здесь все вершинки поставили мы с Константином средний из комплекта. Так что, смотрите, очень посылистые бросковые палки, то есть 60 в тест, 56 грамм я ставлю, 60 грамм вес кормушки, плюс корм и запасик ещё остаётся, имейте в виду. 360-80+, ну, как производитель волжанки заявляет, что это тест по свинцу без корма, ну, да, поэтому он и есть плюс. Смотрите, отличная палочка, которая будет и течение у вас держать. И перегрузить её можно. Вот 90 грамм кормушка плюс корм. Отлично, она работает, вот прям такое ощущение, что это её и даже не ощущается, что я её перегружаю. Вот имейте это в виду. Ну, а с каких? Там какие-то ещё вопросы задавайте в комментариях, я лично отвечу. Значит, следующее. 360-100+, обратите внимание, какое колечко здесь. У меня сразу первым делом было мысль, что будет захлёст. Но ничего, пятитысячная катушечка. Стало хорошо, и резку сбрасывал. У меня захлёстов не было, плетёнка стояла 0,12. Смотрите, вот я, когда её первый раз взял, у меня было ощущение, что она немножко поменьшего теста всё-таки. Но нет, на самом деле, это просто такое есть ощущение, что верхняя часть она чуть помягче, а дальше уйдёт уже такая вот упругая. Смотрите, вот видите, я вторую руку даже подключаю, чтобы вам строй показать хорошо. Поэтому, действительно, 90-100 грамм кормушечка, замечательно. 60 грамм плюс корм, ну, 56 грамм я стоял, среднюю плюс корм, тоже отлично она работает, но уже начинает вырабатываться. Да, меньше 42 плюс корм уже не очень. 390-80+. Вот обратите внимание, это 390-80+, а до этого было 360-100, но там колечко было крупным, а здесь колечко поменьше. Смотрите, построю примерно то же самое. Здесь только та же особенность, такая небольшая, в верхней части более помягче, вот в ощущениях, да, а дальше уже идёт упругая серединка. Упругая середина и ближе к омле. Ну, по нагрузке всё то же самое. И последняя, 390-100+, до этого была, напомню, 390-80+. Ну, смотрите, видите, здесь колечко уже такое и высокое, и большего диаметра поставлено. Ну, это уже вот такое вот дальнее расстояние, 80 метров плюс. Шикарно она работает. Вот за счёт вот этой верхней части, такой относительно мягкой, ну, если грубо так сказать, да, могу раскрыть эту тему, естественно, подробнее, вот она способна как раз бросать очень хорошо на дальнее расстояние, и плюс ещё вот этот диапазон, он расширяется, ну, диапазон применяемых весов кормушек. Смотрите, вот я достаточно жёстко держу, видите. То есть запасик такой ещё есть. Итак, друзья, посмотрели, приятные модели, все в наличии. Мы официальный магазин от компании Волжанка. Даём бессрочную гарантию на заводской брак, на все узилища, купленные у нас. Не только Волжанка, но и Сабанеев, Зэмакс, Флагман, Элеганс и многие другие. Всё, что у вас покупаете, вы получаете бессрочную гарантию на заводской брак. Вот такой, в таком чехле поставляется каждый фидер. Отдельно три отделения, четвёртая маленькая под тубос с вершинками, клапан на липучке, бархатный, достаточно приятный чехол. Многие фидера в таком чехле идут среднего и высшего ценового диапазона. Здесь же мы имеем достаточно бюджетный фидер в очень приятном фантике, или, как это можно назвать, упаковки, да, как сами хотите это обзовите. Шит неплохо, не могу сказать, что там небольшой косячочек здесь есть, видите, а не до шита маленькая. Ну, как бы, сами понимаете, фидер стоит, грубо говоря, 4-5 тысяч рублей, не 40-50 тысяч рублей. Конечно, хотелось бы, чтобы всё было идеально, но вот имеем, что имеем. На это, с моей точки зрения, обращать внимание никакого не нужно, вы в чехле ловить не будете. А когда вы возьмёте эти фидера в руки, я уверен, что вам они очень понравятся. Моё, если хотите мнение, что мне они зашли, да, классные палочки, хорошие фидерочки, мне они очень понравились, лайтовые модели просто замечательные, я имею 330-360. Кому понравилось видео, пожалуйста, вот такой пальчик под видео нажмите, поставьте лайк, что называется, кнопочку подписаться, напишите в комментарии свои мнения. Всего доброго и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!